Да, я Теняев Сергей Александрович, депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа. До объединения округа был главой сельского поселения Барвихинская. Сегодня к нам в территориальное управление Барвиха приехал Демушкин Дмитрий Николаевич. Он в свое время два месяца был исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинская. Он, как обещал, приехал и мы сейчас с ним ходим по территории бывшего сельского поселения Барвихинская, смотрим, что происходит, выявляем недостатки и будем сейчас их пытаться устранять, в общем, помогать жителям решать их вопросы. Ну, старых могил там нету. А каких старых? Подходим к Москве реке, первый поезд санитарной охраны. Никаких заборов не видно, это территория рядом с резиденцией губернатора Московской области Воробьева Андрея Юрьевича. Мы идем вдоль берега Москвы реки, место это рядом с резиденцией губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Вот просто видно, что о людях заботятся и законы не нарушать. Обустроили берег, там, ну, да, за бюджетные деньги, но это место общего пользования, все правильно, и земля эта муниципальная. Никаких заборов нет, все обустроено. И здесь 20 метров должно быть, да, с построительством? Да, тут вообще близко даже забора нет, то есть видно заботы о людях. Зато у нас есть так называемые хозяева Денцовского района, там, Гаевуриил Абрамович Юшлаев и Тимур Тимофеевич Клиновский, блядь, они на своей территории длиной в километр все оградили, мы потом поедем, посмотрим, какая большая разница идет, и как нарушается закон Российской Федерации, и как эти два деятеля себя считают выше, вообще, чуть ли не президента Путина. Со мной вместе находится руководитель администрации сельского поселения Барвихинска, экс-уководитель, да, Дмитрий Николаевич. Дела не передал, но уже экс. Ну, это не от нас было зависело, там, селовым решением, распоряжением Иванова было назначено на должность начальника территориального управления Барвихинская, ну, то есть Барвиха, вор и мошенник, гражданин Потопчук Герман Валерьевич, которого я, будучи главой, ловил за руку на воровстве бюджетных денег, причем воровал на святом, на памятниках погибшим в Великой Отечественной войне. Ну, видать, банде Юшлаева такие люди нужны, замазанные, ручные. Хорош сосновый воздух, прежде всего, здесь, это абсолютно, то есть мы видим, это мы не видим, мы это чувствуем. Недаром они Барвиху выбрали, как такое место в Подмосковье, где можно селиться и строить свои дачи. Вот это мы добились, снесли забор. Он был до самой речки, спускался в реку. Ну, пока было место в управлении, пока мы управляли сельский поселение Барвихинска, то есть наш совет депутатов, вот, мы обязали администрацию подать в суд. По поводу соцзабора суд был выигран и заставили собственника забор снести, и освободить вот эту 20-метровую зону береговую. А тут разве есть 20 метров у нас до воды? Что-то у меня большие сомнения, да, в метраже тут 20 метров. Был подан иск на следую, по поводу сноса следствующего забора, но иск отклонили ввиду того, что сменился собственник. Вот, и когда мы назначили девушки Дмитрия Николаевича, он начал готовить документы для следующего судебного процесса. Но не успели, нас убрали. Да, не успели, но мы все равно будем... Подаражить общественность. Сейчас мной, как депутатам, в Денцовский городской округе внесен проект, решение о том, чтобы обязать администрацию Денцовского городского округа подать в суд. Но идут отказы. То есть отсылают все на комитеты депутатские, на депутатский комитет. И там принимают решение, что нет, не будет совет Денцовского городского округа обязывать администрацию. Я могу сказать почему. Потому что в Совете сидят такие деятели, как Гусев Александр Альбеатриевич, зам. председателя Ненцовского городского совета. Он в свою бытность был председателем комитета по правилам муниципального имущества. Вся земля вот эта, весь берег продан именно Гусевым. Причем незаконно абсолютно. Это федеральная земля. И почему он ее продавал как муниципальный, вообще непонятно. Продавал он землю подконтрольной организации, Горкам Вторым, подконтрольной Юшваеву и Тимуру Калиновскому. Они эту землю скупили, потом сами себе еще раз продали. В общем, документы есть, мы их, естественно, опубликуем. Ну, в общем, такая вот афера произошла. И весь берег Москвы реки был продан. Единственное, что когда мы пришли к власти в 16-м году, то я настоял, что провел оба обследования берега, и выяснилось, что где-то от двух до трех метров шириной полоса муниципальной земли осталась. На этом основании смогли подать в суд и выиграть. Сейчас застопорился вот второй забор, сейчас мы его посмотрим. Слушай, а кто вот действительно весь у нас берег-то вырубил? В администрации кто еще? Потому что здесь же деревья еще же недавно были, стояли. Да, администрации. Я теперь не могу сказать, для чего. Теперь там территориальное управление, подчиненное Иванову, главе Водесовского городского округа. Что они тут творят, неизвестно. Вообще, я буду запросы писать и узнавать. Там уж столько деревьев, полагает. Дальше это была зона общего доступа. Все жители, даже с Москвой приезжали здесь, купались. И вот мы видим разницу, как у губернатора сделано, и что творят собственники, так называемые. Ну, вот яркий пример частной территории. Ведется круглосущее в виде наблюдения. Нам любезно открыли калитку, но сделали хитро. Тут видите, изгородь такая искусственная, что невозможно дальше пройти. Это сделал лишь специально, чтобы невозможно было как бы в суд подать, типа, якобы, проход открыт. На самом деле, вот, если сейчас заснять, виду, что прохода нет из-за колючей изгороди естественной. Как, вот написано, частная территория. Да, этот земельный участок, пляж. Забор поставила... Дрон Навального. Забор поставила некая Приказчикова. Она заявляет, что она с кооператива Озеро из Питера. Все время привазно, говорим, прикрывается путь. Вот она, этот забор поставил незаконно абсолютно. Следующий забор, это будет, вот, если пройти дальше. Входите, проходите, люди дорогие. Только куда вы здесь пройдете, непонятно, да? И не говорите мне, что эти колючки здесь случайно выросли. Да, именно вот. То есть, у него вон дальше пройти. Попробуйте туда войти. Вот они, эти колючки. Проход к берегу закрыт. Вот они, смотрите, вот. Фактически. Проходите. Дальше идет забор уже Тимура Клиновского. То есть, так же все перегорожено. Где-то длиной, береговая зона, длиной километр закрыта для свободы доступа граждан. Вот видите, вот у нас... Ладно, считает, что... Москва-река, как у нас тут для людей в доступности, видите, сделали и колючки. Видите, с колючей проволокой. Причем колючком он еще колючей проволокой. Ну, гениально. Там он еще колючая проволока идет. Вот она, набережная Москва-реки. Вот здесь оппозиционный депутат, который здесь будоражит общественность. Вот, видите, вот колючки, да. Вот, чтобы не шастались здесь всякие эти люди. Как она говорит, нищеброды, чтобы не шастались. Нищеброды, все правильно. Вот, конечно. Элита, ебте. Когда начался суд, она сделала хитрый ход и продала землю как бы другому собственнику. Я сейчас подготовил проект уже без указания конкретного собственника. Просто, чтобы администрация подъявила иск. Продана была Гусевым, Александром Альбетовичем, бывшим мэром города Одинсона. Продана была совхозу Горком-вторым, собственником которого является Тимур Калиновский и Юфлан. Слушай, ну там, видишь, колючки растут плохо. Они колючие проволоки, железные добавят. Ну да. Чтобы сомнений не было вообще, чтобы туда лазить не надо. Земля продана абсолютно была незаконно. Мы сейчас с этим будем разбираться. И будем сносить заборы и у Шваева, и Калиновского. Вот видно сразу разницу. Вот эта банда, она считает, что она может делать все, что угодно. Поливать на законы, на все. Губернатор себе такого не позволяет. Причем Калиновский знает, что он незаконно прихватил берег, ну, береговую полосу, вот эта, там, шириной метр-три метра. Ну, он сделал хитрый ход, заключил договор, пока я видел бумаги там на 10 лет, об аренде этого якобы участка для разведения рыбы. И что мы видим в наличии? Там есть дальше причал, к сожалению, пройти дальше не можно, заборы. Построен причал, чтобы катера причаливали. Ну, вот причал видим, забор видим, разведения рыбы не видим. Да, ну, в дополнение о том, что это банды, как в интернете пишут, организованная преступная группировка и Шваева захватил, что тут власть. Творят, что хотят, а тут с тарифами по ЖКХ. 31 мая и 5 ноября под контрольным советом депутатов Анисовского городского округа принято решение о коэффициентах увеличения платы за коммунальные услуги. Увеличены были они в 2-3 раза больше, чем указано в распоряжении губернатора и правительства Российской Федерации. То есть эти люди уже плюют и на Медведева, и на Воробьева. Считают себя вообще абсолютно безнаказанными, абсолютными хозяевами Анисовского городского округа. Мы с этим будем бороться, у меня подготовлены проекты по отмене этих решений. И будем выносить все это на совет, пусть. И добиваться отмены. Будем пока бороться законными методами с этой бандой. Поставили своего человека во главе Денцовского городского округа. Это Иванов Андрей Робертович, являющийся родственником Юшваева. Да, ну, с своей стороны, меня зовут Дмитрий Демушкин. Хочу добавить следующее. Несмотря на то, что мы отсюда властных полномочий, у нас сейчас никаких нет, ушли. Точнее, нас отсюда убрали. Тем не менее, мы будем принимать активное участие в жизнедеятельности данного поселения. В связи с тем, что люди к нам до сих пор обращаются. Да, общаемся. Ну, и сам я многие вещи из внимания, в которые уже вник, оставлять без своего внимания не буду. Вот, в частности, вот мы сейчас посмотрим, что у нас тут произошло с вырубкой массовой. Но не знаю, почему здесь вырубили все деревья, но это не важно. Вот эти заборы, да. Забор этот сдвинули. Этот мы тоже хотели убрать забор. Мы все-таки считаем, что находится в природоохранной зоне. Мы тоже сейчас будем этим заниматься. Но вот остались еще у нас здесь настоящие депутаты и патриоты данной местности и отечества, которые готовы поднимать этот вопрос на законодательном уровне. Мы будем помогать информационно, будем тут помогать, координировать местным жителям их какие-то... Ну, я не скажу сейчас это громко, сейчас скажу протестные акции какие-то. Сейчас сразу меня опять куда-то привлекут. Но требовать какие-то... Да мы тупо просто требуем соблюдения законов. Мы на самом деле ничего сверх того, что они в своих законах написали, от них не просим. Просто соблюдайте свои законы, соблюдайте свою конституцию, это уже политика. Но мы здесь останавливаемся на конкретных проблемах людей, они с политикой не связаны. То есть их просто надо ими заниматься, надо решать. Здесь власть решает только свои исключительно интересы, своего обогащения, своих коттеджей. Им насрать наплевать. На людей, на бабушек, на дедушек и на всех, кто здесь хочет жить. Они думают, что они успеют уехать, видимо, потом. А мы хотим здесь жить всегда. И в этом между нами разница. Ну все, пойдемте дальше.